Воскресенье 20 марта отмечается День бытового обслуживания. В преддверии профессионального праздника наша съемочная группа посетила хабаровские ателье. Как их деятельность меняется в условиях санкций, выясняла Мариана Гейт. Хотим мы этого или нет, но мы вынуждены сказать эпохи вещевого ожирения. Стоп. В связи с тем, что Зара и Чендем, Бершка, Масима Дути закрыли свои двери для российского потребителя, эксперты предполагают два пути, что сейчас многие начнут экономить и нести свои вещи в ремонт. И второй вариант – модники и модницы в погоне за трендами пойдут в ателье. Мы посетили несколько швейных цехов Хабаровска и там подтвердили, спрос на пошив одежды за последние две недели увеличился. Заказывают весеннее пальто и начали готовиться к лету. Зеленые, ярко-зеленые, синие, лавандовые – все, что сейчас в тренде. Активнее, чем обычно, понесли и поношенные вещи. Конечно, в последнее время больше стали приносить вещей уже использованных, но очень любимых. Работники ателье заметили, что много старых заказчиков вернулось. Недавно обратилась клиентка со Швейцарией, мы шили свадебное платье в том году. Вот она хочет приехать, то есть она планирует приехать, заказать себе, покупает уже ткани, потому что там ткани тоже очень дорожают стремительно. Приезжала клиентка моя с Испании, тоже мы шили свадебное платье, она туда уехала. Удивительно, что заказы на ремонт одежды присылают бывшие дальневосточники из Москвы, Краснодара. Дорогой брендовый трикотаж, потому что не могут найти. Ну, понятно, Москва большая, конечно, там есть тоже специалисты, но найти своего очень сложно. Мужчины в силу, видимо, особенностей строения часто приносят подлатать штаны. В таких местах эмны хорошо протирается, распрощаться они с ними не могут, выкинуть им жалко. Конечно, жалко. Среди общей массы штанов из денима в среднем за 5-10 тысяч рублей попадаются и очень эксклюзивные вещи. Ну, из-за, по-моему, 120 были, да, джинсы? Да, да? Да. Конечно. Портнихи продлевают вещам жизнь, а в случае с денимом еще лет на 5. Сотрудники ателье отшивают не только одежду, но и предметы интерьера, декора. Некоторые из них вправе называть предметами роскоши, как эти меховые ковры. Был заказчик, да, и он заказывал прям в юрту, в большую, очень большие с волка. Волка вообще размеры же большие, они крупные. И у нас около 3 метров был, 2,80. Ну, такой вот. И с белок, да? Ну, с белок это не мы шили, это другие шили. Мы шили с рыси, с бобров, барсуков. Несмотря на отсутствие уже привычного для нас изобилия магазинов, этой весной нам помогут остаться яркими и привлекательными наши старые добрые ателье и хендмейдеры. Мариана Гейт, Павел Баландинский. Смотри Хабаровск.